На высочайшем пике Гренландии в последние дни выпал не снег. Здесь впервые за всю историю наблюдений пошёл дождь. Высота пика составляет 3200 метров. Вода лилась по его склонам несколько часов. И, как показали измерения Национального центра данных США по снегу и льду, 9 часов температура воздуха там была выше нуля. «У нас есть атмосферные данные. Из них мы можем сделать вывод, что дождя не было с тех пор, как эти записи начали вести – в 1950 году. Так что это уникальная ситуация». В целом дожди шли три дня. За это время на крупнейший остров мира выпало 7 миллиардов тонн воды. Это также рекордный объём с начала наблюдений. Учёные говорят, что из-за потепления лёд тает активнее, чем раньше. Так, 15 августа это происходило в 7 раз быстрее среднего показателя для середины месяца. «Если температура повысится на пару градусов в средних широтах, вы, возможно, этого даже не заметите. Но если она поднимется с минусовой до плюсовой в регионе Северного Ледовитого океана, то это будет большое дело. Это разница между катанием на коньках и плаванием». Ранее в июле в Гренландии также произошло масштабное таяние льда. Воды, которая образовалась, хватило бы, чтобы покрыть 5-сантиметровым слоем территорию размером с две Австрии.